Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием The Gang, что в переводе как грязь, а собственно с грязью мы будем иметь дело достаточно много. Я уже немного поиграл, знаю чё кого, и сейчас буду рассказывать тебе, что почём. Мы две девчули, которые путешествуют на вот этом космолёте, и ищем что-нибудь ценное на планетах. Эй, Бэкс, видно что-нибудь на сканере? Не, сигнал пропал, у меня аж зубы сводят, когда я прикидываю, во сколько нам обойдётся посадка на этом порожняке. Да, могли бы сейчас выполнять очередную доставку. Но всплеск энергии определённо шёл отсюда, плюс я уже надел о снаряжении. Ладно, ладно, садились. Приближаемся к месту высадки. Пристегнулась? Да, прицепилась и... Чёрт, перчатка выделывается. Снова? Ты чем её залатала? Ну, суперклеем. Суперклеем? А чего не запаяло-то? Того, что у нас нет цинка для сплава, поэтому не запаяло. Последний стержень ушёл на починку гидроэкоковёрта. Ни припоя, ни кофе. Осталось последнее пиво, и у меня уже выворачивает от... Грюля на обед. Отстойно быть бедным. Ладно, поехали! А вот и наша главная героиня. С крутой перчаткой на правой руке. Не нравится мне эта погода. Наверняка в страховке нет пункта инопланетный ураган. Пыльная зайка, крепкая. Если бы она могла говорить, сказала бы нам садиться и исследовать планету. Нет, это ты хочешь садиться исследовать. Очко в вашу пользу, капитан. С чего это я, капитан? Займ мы брали вместе, и вместе нам его выплачивать. Тут кое-что есть. Есть желание проанализировать данные сканирования? Мы за этим сюда и прибыли, давай сканируй. Короче, зайка, это они так называют свой космолёт. Обычные силикатные соединения. Значимого выхлопа энергии нет. Значит, продать не сможем? Только если найдём миллион таких. Мы на этой планете будем сейчас сканировать всё, абсолютно всё, что встретим, и будем пытаться излечь из этого какую-то ценность, чтобы потом продать. Стоп, сигнал венулся. Только слабее, не могу чётко зафиксировать. Здесь что-то, что-то вызывает помехи. Взгляни на это. Что это? А вот и грязь. Кто помнит игру Зельду, очень это всё напоминает на сгустки злого Ганнона. Какая-то грязь. Да, подходящее название. Можешь просканировать издалека? Мы не знаем, что это за вещество. Похоже на сопли. Если так, то лучше нам не знать, чьи они. Не снимай маску. Похоже, какое-то органическое соединение. К счастью, вроде бы не сопли. Сможешь расчистить его перчаткой? Ну что скажешь ты, Кавкар? Расчистим. Да что с радиосигналом? Приступаем к расчистке грязи. Наша перчатка — это супернасос. Всё в неё всасывается. И это прикольно. Я, конечно, не знаю, куда это всё уходит. Контейнер сзади не такой уж и объёмный. Ого, как красиво! И очень любопытно. Давай данные мне! Сейчас будем сканировать вот эту лужицу. Сканируем. Ты точно сканер? Суперклеем не заляпала. Абсолютно, а что? Эта форма похожа на сигнал, который мы зафиксировали, только слабее. Если показания вернуем, у этой субстанции большой энергетический потенциал. Серьёзно? Ну, не обольщайся, эта лужа нас не спасёт. Но если мы найдём её залежи, думаю, стоит поискать место для посадки. Отлично! Посвяти мне! Давай откроем дневник и посмотрим, что мы вообще отсканировали. Значит, первое, что мы нашли, это вот этот куст. Люминесцентные осколки. Впечатляющая форма кристаллов с биолюминесцентными частицами. Не вырабатывают сколь-нибудь значимой энергии. Тут у нас написано ценность, нет практического применения. Написано категория минералы. Ну и состав динафлаг... Короче, состав не буду читать, тут всякое такое заумное. Это нам нужно для чего? Для того, чтобы разблокировать улучшения. Каждый раз, когда мы что-то будем с тобой сканировать, мы получаем какие-то технологии. Значит, мы отсканировали грязь, которая похожа на сопли. Состав мы не знаем, что это, из чего. Вредоносно написано. Какое-то органическое соединение. Результаты сканирования не ясны. Но, к счастью, это не сопли. Кажется, оно оказывает вредоносный эффект на окружающую среду. И действительно, когда мы их убрали, появилась трава, все озеленилось, и планета в дальнейшем будет как бы вот в таком плане и процветать, если мы будем грязь убирать. А это источник энергии. Форма сигнала такая же, как мы засекли на подлете, только слабее. Растения рядом, кажется, буйно разрастаются. Не знаю, как у этого нового источника энергии со стабильностью, но определенно требуется его дальнейшее изучение. И написано, что ценность очень высокая. Вот мы сейчас будем исследовать вот эти вот все источники, ну и вот эти сопли. Тут не пройдешь. На той стороне этих гадких лиан опять как грязь. Пойдем в другое место поищем. Куда мы можем пройти? Туда мы не пойдем, оттуда мы пришли. Завернем в закуточек. Есть новые минералы, надо отсканировать. Что это у нас такое? Люциферин. Источник света. Если найдем больше этой субстанции, я бы тогда завела дома собственный сад. А ты бы что сделала? Долги расплатилась. В смысле? Знаю, но не хочется мечтать раньше времени. Мечты на той мечты, что они раньше времени. Бэкс. Иначе это просто варианты. Неудобно, конечно, что очень много диалогов. Хочется поисследовать, а приходится читать. Но читать нужно, поскольку сюжет, сюжет. Короче, эти кристаллики мы пока собирать не можем и непонятно. Но образование кристаллического формации... Сейчас еще раз посканирую. Молекулярная структура содержит блюминесцентный материал. Вырабатывание энергии недостаточно для реального практического применения. Понятно. В общем, они нам пока что вообще никак не нужны. А вот и наш кораблик. Наша зайка. Пока бежим по туннельчикам. И скоро... Туда мы не перепрыгнем, идем сюда. И скоро мы наткнемся на очень огромные сгустки соплей. Грязных, вонючих. Ух ты! Ты в порядке? Да, все немного затряслось, но ничего серьезного. Снова эти кусты. Мы их уже сканировали. Больше к ним подходить не будем. За этими скалами открытое место. Сможешь туда пройти? Что угодно ради капитана. Да, хватит уже про капитана. Смотри, какие цветочки мы их сканировали. Ага, это тоже кристалл. Тут вроде должно хватить места для зайки, да? Да, но я не смогу посадить, когда кругом грязь. Можешь расчистить? О да, с удовольствием. Ну что, давай расчищать. Только сперва я попробую зайти в эти сопли. Мы можем это сделать, но они наносят нам урон. Не критичный, конечно. Мы выживаем, но неприятно. И сейчас ты узришь, как эта полянка вообще преобразится. Она станет настолько солнечной, красивой и зеленой, что ты офигеешь. Сейчас это просто пустырь. Вымершая земля. Видишь? Может, это что-то вроде... Что бы это ни было, оно мешает работе оборудованию. Убери поскорее. Так, товарищ капитан. Продолжаем расчистку. Теперь намного лучше. Надеюсь, это поможет сигналам. Вроде бы вот этот кусок грязи последний. Блин, ну это очень похоже на миазмы Ганнаны. Если кто знаком с Зельдой. Вот и все. Смотри, что происходит. Ох ты, ты видела? Что я вообще сделала? Видимо, грязь как-то подавляет местную флору. Ладно, берегись, идет посадка. На выход, Курт. Но далеко в этот раз не уходи. Кушать подано. Может, взглянешь на его программу. Вчера он помыл все мои инструменты. Ага. Буря была сильная, а еще мне совсем не нравится эта речка. Нужно провести профилактическую диагностику Зайки. Сейчас? Я надеялась, что мы пойдем исследовать планету вместе. То есть, никакой скучной ерунды, да? Нет, я просто... Я знаю ранее. Но в первую очередь мне нужно позаботиться о корабле. Слушай, я включила постоянное отслеживание энергетического сигнала. Может, если уберешь еще немного грязи, мы сможем снова его поймать? Ладно, ладно, как скажешь, Кэп. Будь осторожней. Ну, как бы, Бэкса тоже можно понять, да, что она корабль в кредит... Мы вообще в кредит взяли этот корабль. Нам нужно за него расплачиваться и за ним следить очень хорошо. В общем, смотри, какая красота, да? Только что была пустошь, все выгоревшие. Давай сканировать, значит, грибочки. Вчитываться в ценности я не буду. Вот смотри, мы отсканировали и получили гидравлические усилители. Новые технологии. Значит, это грибы. Состав... Сейчас еще раз. Состав глюканы, хитин, гликопротеин. Нет практического применения. Как бы, ничего интересного. Вот этот кустик не просканировать. А вот это что? Выглядит любопытно. Будь добра, проверь данные. Где твое внимание? Это же шлая грязь расчищать. Он очень плотно заполнен. Похоже, в любой момент может лопнуть. О, будет весело. Сейчас мы хотим это посадить, да? Вот засада. Мне его не сорвать. Корни уходят глубоко. Тебе нужно по-нормальному отремонтировать перчатку. Если найдешь руду для паяльного сплава, может быть возможность починить. Если мы собираемся здесь задержаться, то мне это очень понадобится. Значит, будем сейчас искать материалы, которые помогут мне починить перчатку. Так, ладно. Еще грибочки какие-нибудь. Можно тут отсканировать? Или я все отсканировал? Эти отсканированы. Это то же самое. Вот эти красные не сканируются. Все идет. О, эта светящаяся субстанция выглядит любопытно. А что если... Что ты там задумала? Раз тут все равно слишком мало, чтобы собирать, попробую бросить туда тот плод и посмотреть, что будет. Курт, берегись. Курт, а ты что-нибудь нам скажешь? Привет, Курт. И тебе хорошо дня, дружище. Значит, оттуда мы пришли. Теперь мы пойдем куда-нибудь сюда. Можно пройти? Здесь нет прохода. Значит, пойдем вниз. Там была возможность к речке подойти. Снизу. Там и прогуляемся. Вот она, эта речка. Очень грязная. И она вызывает опасения нашего босса. Речка выглядит плачевно. Интересно, куда она выходит? А вот и ресурсы. Первые ресурсы, которые позволят нам починить перчатки, если мы соберем их достаточно. Даже не знаю, что конкретно я ищу. Это то, что нужно? Можно пригодиться, но не для запайки перчатки. Продолжай поиски. Давай посмотрим, что мы подобрали. Энциклопедия. Что это такое у нас? Это тоже гриб. Целлюлоза содержится, масло грибов. В производстве оно нам пригодится. Плодоносящие растения, содержащие целлюлозу и натуральные масла. Пригодится в производстве. То же самое, что мы сейчас и прочитали. Опа! А вот тебе и минералы. Это титан. Собираем. А вот это что у нас? Тоже глюканы. В общем, для источника света нам пригодится это все. Что-то не забирается. А! Оно и не будет собираться. Эти растения я еще ни разу не собирал. И скорее всего мы не сможем их собирать. Я их перепутал с другими растениями. Ты ведь не идешь там на неопределенный риск? Я никогда не иду на неоправданный риск. Да? Да? А как же тот случай на бета Роу Милси? Бригадирша меня не слушала. Я пыталась ее предупредить. Она тебе должна руку. Я могла умереть в той вонючей шахте. И в итоге у меня есть ты. И эта чудесная перчатка. И вот мы узнаем, что в одной из шахт мы потеряли руку и заменили ее перчаткой. И пока я читал, я не очень хорошо смотрел эту пещеру. Вроде бы все. Забрал. Здесь. Но если что-то не забрал, то ничего страшного. Наверху видим еще минералы. Вот тоже у нас есть титан. Металл у нас теперь навалом. Перчатку точно отремонтируем. Черт, надо отсюда прыгнуть. Хорошо. Еще чуть-чуть нам осталось для ремонта перчатки. Клады, Бэкс, кажется, у меня есть все, что нужно. Отлично, возвращайся. Починить перчатку на верстаке. Есть еще вот такая прикольная штука в виде лианы, по которой можно лазить. И сейчас мы бежим к верстаку, где можем улучшать нашу перчатку. Вот, собственно, наш корабль. Здесь ничего такого интересного. Как бы компьютер, две кровати, стол, где мы обедаем. Это кухня, видимо. Ну и все. Вот он, верстак. Значит, чиним нашу перчатку. Ну вот и все. Ты теперь как новенькая тыковка. Теперь я точно смогу сорвать это упрямое инопланетное растение. Хватит уже разговаривать с перчаткой. Иди сорви растение. Я как раз этим и занимаюсь. По крайней мере, хотел это сделать. Опа. И потащили. Ладно. Просто бросить шарик, светящуюся жижу и посмотреть, что произойдет. Из нас ты больше по садоводству. Закидываем. Ух ты ж. Ты что, что взорвала что-то? Ну, можно так сказать. Я себе долбану лестницу вырастила. Лестницу? Чего? В луже энергии? Любопытно. Знаешь что? Давай-ка ты расскажешь мне об этом здесь, в лагере. Я закончила все дела. Как насчет пару минут? Ты что, вообще не устаешь? Давай в лагерь быстро. Короче, нас позвали в лагерь, а мы нифига не хотим. Потому что очень интересно засасывать вот эту гризиску. И смотреть, как преображается планета. Самое интересное, конечно же, начнется дальше. Потому что пока что, пока что, мы еще с тобой не видели никакой живности. И вот смотри, 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 какие здесь языки прикольные есть. Сейчас мы отсканируем этот язык. Это тоже, по-моему, гриб. Да, гриб. Кевларовое волокно мы открыли благодаря сканированию этого языка. Давай сейчас мы сходим с тобой. Смотри, лужица есть. Туда нужно эту бомбочку закинуть. Вот сюда мы сможем запрыгнуть или нет? Нет, не сможем. Кстати, это то самое место. То самое место, которое мы обходили. Мы в прошлый раз вон туда пошли? Да. Точно. Там у нас эти кристаллы были фиолетовенькие. Сейчас мы закинем туда вот эту бомбочку. И посмотрим, что нам даст та лужа. С этой бомбой, когда вообще что-то перетаскиваю, прыгать я не могу. Поэтому просто швыряем, поднимаем и бежим дальше. Насколько далеко я могу кинуть? Посмотрим. Ну, примерно где-то вот так вот. Это максималка. Еще лестница. Ух ты! Этот вырос еще больше! Да у него большой энергетический потенциал. Но в данный момент мне жалко, что он не съедает. Ну, перекуси пока грюлим. Плюс еще в гидрополномечном садике выросло что-то там поесть. Какие-то заувные слова, которые не успеваю читать. Эй, я настроил твое радио на... И трансляцию. Так, я теперь ходячий энергетический детектор? Если ты во время своих похождения попадешь в зону сигнала, твое оборудование его засечет. Так, это что за место? Куда это мы пришли? Ох ты! Ничего себе! Так и знала, что тут что-то есть. Какая-то новая бомбочка. Надо было это отсканировать, прежде чем срывать. Это тоже грибы, ценность. Нет никакой. Как ты понимаешь, если тут есть читы, то, соответственно, есть и вражины. Враги у нас будут чуть попозже, но также будут тут и приятные зверушки, на которых мы наткнемся. Которых мы будем спасать от этой грязи. И тут вообще очень так душевно, на самом-то деле, когда планета преобразуется, преобразуется, жуется. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, засасываем все. Надо было улучшить перчатку, что-то она уже не справляется с этим объемом грязи. У нас есть такая возможность, на самом-то деле. Все. Вот эти грибочки еще отсканируем. Перемещение. Эти грибы для перемещения. Можем... О, вот они. О, вот это выглядит многообещающе. Похоже, тут много всего полезного. Выбирай все, что можешь. Ангельские зерна. Понадобится нам в производстве. Это тоже ангельские зерна. Вроде бы тут все. Тут, короче, будут еще головоломки, которые нужно будет порешать. Мне так кажется. Я слишком далеко не заходил, поэтому... Вот это обид. Поэтому не могу сказать точно, будут ли головоломки или нет. Сигнал слабый. Может, лучше вернешься? Не хочу потерять связь. С растительностью что-то не так, будто грязь высасывает из нее жизнь. Я это исправлю. Скоро вернусь, обещаю. Надо посмотреть, что у нас там вообще по материалам. Вот они, наши материалы. 15 таких. Титана 12. Этого 13. Вот это вот еще и не знаю. Мы еще не нашли, что это такое. Так, пойдем-ка вон туда залезем. Можно же сюда залезть? Можно, но чуть позже. Надо вот эту грязь всю убрать сперва. И, кстати, как думаешь, грязь хочет причинить вред? Ну, типа, сознательно. Сознательно? Это мерзость. Уж надеюсь, что нет. Смотри, сейчас мы с тобой в маске. Что как бы логично. Потому что тут рядом токсичная грязь. А после того, как мы эту грязь уберем, мы маску снимаем. Потому что можем спокойно здесь дышать. Что тоже как бы логично. Все, смотри. Маска снята. Вот наше лицо. Появились снизу грибы, которые позволят нам запрыгнуть сюда. И какие-то маленькие насекомые светящиеся тут летают. Похожие на стрекоз. Снизу тоже есть материал, который можно подобрать. Природа здесь, конечно, завораживающая. Вот это можно отсканировать? Нет. В принципе, есть идея, как проверять, что можно сканировать, а что нет. Вот такие таблички, когда появляются, это значит, можно отсканировать. Когда она красная, соответственно, это уже отсканировано. И сканировать это не нужно. Поэтому идем сюда. Цветочки. Мы их сканировали, нет? А их и нельзя сканировать. Связь прерывается. Что происходит? Это может занять какое-то время. Ты никак не уймешься. Ты бы поняла, будь ты на моем месте. Грязь пожирает здесь все вокруг. Приходи, посмотри сама. Бросить пост на голодный желудок? Ну уж нет. Но ты права, грязь для нас как заноза. Чем ее меньше, тем больше шансов поймать сигнал. Смотри, что у нас тут есть. Вот эта вот штука. Сейчас мы ее отсканируем. Она плюется. Это грязь и вредоносно. Нарыв. Полной грязи. Откачка энергии. Улучшение у нас появилось какое-то. Смотри. В общем, сюда мы не можем сейчас прыгнуть. Это все высосать сверху мы тоже не можем. Нужно просто изолировать всю грязь. И тогда вот этот нарыв исчезнет. Но мы можем сделать вот что. И быстренько сюда. Упали. Не очень неудачно получилось все. Короче, пока у нас есть промежуток между плевками, мы можем вот что сделать. И все. Очистили. Нарыв исчез. И пещера преобразилась в зеленую красивую арку. У нас новенькие растения появились. Крыльчатый корнеплод. Пригодится в производстве. Забираем. Что тут можно отсканировать? Вроде пока что ничего. На всякий случай так вот просто идешь, все проверяешь. Потому что сканирование, как я уже ранее сказал, необходимо нам для наших нанотехнологий. Для открытий. Вот здесь, кстати, на этой поляночке, нас сейчас ждет очень интересное открытие. Нужно только сперва все расчистить. Опа. Нарывчик сверху. Чуть не заметил его. Нарывчик сверху. Чуть не заметил его. Смышный. А, нет, не на этой полянке. Я тебе набрал. И на этой полянке нас ждет открытие. Чуть дальше. Чуть вперед нам нужно пройти. Вот. Можно отсканировать, наконец-то. Это гриб и нет практического применения. Вот это мы сканировали. Срываем. Давненько я не занималась спортом, но, похоже, кое-что еще могу. И нужно кинуть овощи сюда. Можем перепрыгнуть туда. Знаешь что? Тут вроде бы все мы облазили. Значит, лезем дальше. Некоторые из этих растений могут отлично подойти в суп. Меня мне подкупить инопланетными овощами. Если найдешь ящик пива или банку кофе, поговорим. Я, конечно, поезжу, но сильно бы на твоем месте не надеялась на это. И что, если что, босс у нас захотел, да? Банку пива или кофе. Слишком мажористо. Это у нас что? Кристаллизированный фрукт. Понадобится в производстве. Это металл, короче. Фрукт металлический. Содержащий металл. Опа, слышал? Что это было? Вот о чем я и говорил. Небольшое. Или даже маленькое открытие. Нас ждет впереди. Первая живность, так сказать, на этой планете. Это я сканировал, да. Снова эта речка. Какая она грязная. Ужас просто. Опля. Ну как, тебе впечатление по игре? Пиши в комментариях. Ну привет. Значит, это у тебя такой сладкий голосок. А вот и первые вражинки. А вот вы, ребята, гадкие. Ну давайте, нападайте. Пабах. Двух зайцев одним выстрелом получил достижение. Он еще бегут. Кстати, если я брошу обратно его в эту слизь. Он как бы взорвал. Но он, в принципе, взрывается, когда падает на землю свысока. И сам прикол в том, что я собираю их мозги. Надо же было их еще отсканировать. Ёлы-палы. Вот это я чунгачку, конечно. Забыл сканернуть. Ну ладно, мы еще их встретим. А что там у нас до следующего? А, здесь не показывается. Вот. Как раз я бы сейчас их сканернул. У меня бы какая-нибудь технология открылась. Эх, блин. Ну ладно. Затупил. Вон зверь стоит. До него, конечно, мы не доберемся сейчас. Даже отсканировать, скорее всего, не получится. Я в прошлый раз пробовал, но не вышло. Не, не достаем мы. Куда же ты, красавица? Бэкс, тут гораздо больше жизни, чем мы думали. Я видела животных. Что? Серьезно? Когтистые и клыкастые? Ну, некоторые, да. Поранишься, я тебя убью. Да нас тут даже еще никто не покусал нормально. Поранишься, я тебя убью. А как же ты потом будешь со своим кораблем и кредит выплачивать без меня? В общем, ты понял, да, суть игры? Очищаешь планету. Преобразуешь ее. Вот это вот все красиво. Оп-оп-оп, стоп. Вот это вот кристаллы я еще не сканировал. И осциллятор кинетической энергии нам доступен, разблокировался. Это, короче, минерал оксид алюминия. Они нам пригодятся. Сейчас я посмотрю. Вот, это они как раз. Четыре штуки мы сейчас собрали. Это оно. Эту бомбочку нам сейчас нужно будет кинуть туда, на ту сторону. Она нам там пригодится. И... вот так вот. А мы пока что здесь все разведаем. Тут есть на что посмотреть. Без грязи эта планета настоящий рай. Такая зеленая и яркая. Чудесная. Я готова кататься по этой траве и ощущать ее всем телом. Я бы не советовал. Тяжело выслеживать энергетический сигнал с присутствием аллергии. Ха-ха-ха. Жопа покатался по траве и... Хопа, аллергия. Забыл, что сюда тоже нужна вот эта вот бомбочка. Вот сюда нам. А подожди, а там что? Давай на обратном пути туда заскочим. Сокровище. Заверните мне, пожалуйста, два. Это маноза, глюкоза, галактоза. В производстве, короче, пригодится. Это мы уже встречали. Вот такие вот корни. И вот еще. Собрать надо. Мы уже достаточно материала собрали для первых каких-то апгрейдов нашей перчатки. И скоро мы... Надеюсь, скоро мы это сделаем. Вот еще минералы. И вот еще малинка. Спасибо, это я заберу. Тоже в производстве. Гриб целлюлоза. Какие-то корни с нее выпали. Так. Здесь мы все исследовали. Бежим теперь обратно. Надеюсь, что в каждый уголок мы заглянули. Потому что, если не заглянули, в дальнейшем нам будет сложновато. В плане апгрейда. Точнее, если мы не апгрейдим перчатку, дальше будет сложнее. Вот это я еще не собрал. Я тут ходил, бродил и не собрал. Там вроде бы ничего. А где, кстати, я же сюда кида... Пропала. Бомбочка пропала. Ёлы пала. Я же ее специально здесь подготовила. Она хопа исчезла. Либо кто-нибудь ее сошил. Спер без моего ведома. Опля. Сейчас мы, короче, будем преследовать ту животинку. Я что-то по низу пробегусь еще. Может, я тут не все ее собрал. Ага, вот, вот. Смотри, какой кустик. Не отсканированный. Это тоже гриб. Тут повсюду одни грибы. Хотя выглядят не так, как грибы. Тоже пригодится в производстве. Полезный куст, переливающийся расцветкой. Здесь сидела животинка. Теперь мы по ее следам прыгаем по этим грибам. В надежде встретить и погладить эту лань. Или кто это, даже не знаю. Я до нее в прошлый раз не дошел. До этой животинки. Слушай, Ранни. Курт взял для меня образец воды из реки. Она от грязи аж загустела. Понимаю, здесь вода тоже выглядит непривлекательно. Что если наш лагерь затопит? Зайке это не понравится. Так, сюда нам пока что рановато. Пойдем-ка наверх. Тут еще есть что пособирать. Что посмотреть. По-моему... Да, вот тут вот еще куча минералов. Сверху не отсканированы... А, нет, это отсканированные грибы. Тут все ок. Какое необычное место. Ну, красиво же, правда. Еще солнце и деревья такие. Грибы огромные. Тут, по-моему, не деревья, а просто огромные грибы. Здесь мы все собрали. Офигенное место. И вправду. Снова эти переливающие лепестки. Вот мы и спускаемся. Оттуда, куда ушли. Точнее, оттуда, откуда ушли. Или куда пришли. Тьфу, блин, запутался. Неважно, в общем. Здесь мы были, и сюда мы вернулись. Вот что я хотел сказать. Это все отсканировано. И здесь у нас неприятность есть маленькая. В целом, быстренько зачистили пещерку. При ранении покиньте зараженную зону, чтобы восстановить здоровье. В принципе, хочешь восстановиться, кушать ничего не нужно. Просто иди отдышись. И никаких проблем. Сейчас будем прыгать прямо в эту гущу. Чуть-чуть подрасчистили. И изнутри будем ее удалять. Чувствуешь себя хирургом в такие моменты. Как будто опухоль какую-то удаляешь. Так. Где еще грязь? Все. Все расчистили. Ну, вот до этого места я дошел. А дальше уже не играл. Если я срочно нормально не паям, то начну психовать. Ты назад-то собираешь все еще? Я выслеживаю животное. Самое прекрасное существо, что я видела. Я просто еще чуть-чуть за ним прослежу. Если бы мне дали кредит каждый раз, когда ты говоришь «я прослежу», то она была бы богата. А я сейчас просто оплюхами... Ой, в воду упал. Ой, 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 ой. Очень сильно зачитался и, короче, профукал момент, когда в меня плюнул нарыв. И после этого все пошло наперекотяк. Так, так, так. Наверху еще. Сейчас вот сюда запрыгнем и оттуда уже будем плясать, мне кажется. А, ну да, тут можно тоже. Опля. Да, главное в воду не упасть. Кстати, мне вот интересно, плавать-то мы умеем или нет. Сейчас расчистим эту область и проверим. Что-то где-то еще грязь есть? А, вот. Главное тут краю сейчас не подойти. Все. Вода чище станет, нет? Нет, вода чище не становится. Она где-то очень загрязнена. Какие языки прикольные. Ну, я думаю, что в воду не очень желательно прыгать, но мы попробуем. Нет, плавать мы не умеем, однозначно. Вообще вода для нас нежелательна. Налево, направо. Давай налево сходим. Забираем. Руда. О, что-то новенькое. Стой, надо отсканить. Пла... Платина? Платина. Думаю, что за плотина? Какие бобры. Брабры. Ударение правильно надо было поставить. Платин. Платина. Поиск сигнала. А вот и животинка. Вот ты где. Дружок, ну спустись ты уже по-братски. Вот и непонятно, то ли я его сопровождаю, то ли он меня. Ну, вроде бы как он дружелюбный. Не то, что те грязевые суслики, которые напали на меня. Здесь, конечно, очищать дофига нужно всего. Здесь закончили, теперь сюда. Как думаешь, это, вот эта вот слизь, она природная или какое-то существо это все сделало, или даже машина? Напиши вот в комментариях, что ты думаешь. Хорошо, что я не страдаю клаустрофобией, наша героиня говорит. Ну да, учитывая, что мы в замкнутом пространстве. Попрыгали теперь сюда. И последний кусок грязи. Наконец-то! Вычистили здесь все. Может, сама грязь и не живая, но похоже, что ее привлекают живые организмы. Как будто здесь нарушен баланс. Вот моя рабочая теория. Грязь — это отходы какого-то процесса экосистемы. Типа какашки? Твое красноречие, как всегда, великолепно. Но метафора подходящая. Вот это вот нам куда нужно закинуть сейчас? Кстати, как насчет кинуть в животинку? Мы докинем? Нет, не докинем. Так, кстати, вон туда нам и нужно ее кинуть. Я вот не знаю, нам обратно в пещеру надо или нет. Не охота, если честно, туда в пещеру заглядывать. Но там вроде не было никаких минералов, поэтому мы спускаемся вниз. Во-первых... Вот, скорее всего, мы сюда закинем, и у нас появится грибочек. И мы сможем туда залезть. А во-вторых, нам нужно еще назад сходить. Ну да, он офигел и убежал. Быстро же ты бегаешь. Но от тебя незачем убегать. Я просто хочу взглянуть на тебя. Короче, нам все равно нужно куда-то залезть, чтобы вот оттуда, скорее всего, по грибам перепрыгнуть туда. Так что идем сюда. Здесь мы были. Сканировать пока что здесь нечего. О! Ресурсики. Ну, вроде бы, пока все, что можно, я собираю. Ничего не упуская. Но это не точно. Смотрящий мы этот видеоролик виднее. Вообще, со стороны, когда смотришь, больше видишь. Короче, они не пожалели, что залетели на эту планету. И вообще рады, что нашли ее первыми. Этиловый спирт можно делать из этого гриба. Пригодится в производстве. Давай сюда еще заглянем. Морковка какая-то. Морковочку подобрали. Можно спуститься, но мы не будем спускаться вниз. О, подожди. Вот здесь вот еще можно кинуть бомбочку. Зараза, придется спускаться, что? Пойдем спускаться. О, ударился. Я думал, мы не сможем убиться тут с высоты. Ну, как бы, видишь. Все возможно, если сильно постараться. Бомбочка. Ты нам сейчас очень нужна. Я надеюсь, мы сможем ее... Вот, в западню попали. Мы сможем ее как-то туда наверх закинуть. В принципе... Ха! Так, так, так. Где-то надо найти пониже местечка. А, ну, наверное, вот так вот. Отсюда и так далее. Окей. Что тут сейчас вырастет, любопытно? Ну, гриб. Ну, понятно. Там мы были. Были. К животинке прям. Именно здесь мы видели эту лань. Какая-то муха летает. Машка местная. Не-не-не-не-нет. Что там? Ты... Помехи. Бэкс? Бэкс, черт возьми. Спасти животное. Ну, помчали. Помчали его спасать. Можно, конечно, не торопиться. Все заскриптовано. Мы понимаем, что... Блин, это мы вниз спустимся. А для чего мы там гриб тогда вырастили? Как туда попасть? Мы что-то, что-то, что-то... Здесь как-то можно пройти, что ли, туда? Есть гриб. Как туда наверх-то попасть? А, вон! Вон оно что! Чуть не убежали. Вот так. Я, кстати, сканировал вот это вот? Нет, прикинь, я это не сканировал. И вот теперь мы можем туда допрыгать. И здесь собрать руду. Нифига себе. Так и знал, что здесь что-то есть. Чуть не пропустил. Огромный кусок ресурсов. Вот теперь можно со спокойной душой идти и спасать животное. Там его, надеюсь, еще не сожрали. Сейчас погляжу. Эй, лосяж! Я бегу тебя спасать. Но не тороплюсь. Я уверен, что ты выживешь. Оставьте его в покое, гаденыш и кыш! Ну что, попробуем отсканировать эту нечисть. Одного оставим. Где он там? Давай, давай, давай. О-о-о! Все, отсканировали. Теперь можно избавляться от них. Ай, 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 больно. На тебе. Вот так вот. Мозги ваши мне нужны. Пригодятся. Иди в водичку и скупнись. Ха! Он куда-то на дно улетел. Интересно, он выберется с этой воды или нет? Инопланетный... А, это, короче, инопланетные мозги. Вот это вот рисуночек. Все встал на свои места. Что еще расчистить нужно? Сейчас почитаем, что это за животное вообще, то, что мы отсканировали. Вот вроде бы все. Давай читать. Что это такое вообще? Вот. Это грязь. Грязевое существо. Вредоносно. Эти твари сделаны из затвердевшей грязи. Они не отходят далеко от его мягкого источника. Очень странно. Кажется, их привлекает энергия. И они очень вредоносны. Взаимодействовать только в средствах индивидуальной защиты. Ронни, твой сигнал пропал. Все в порядке? Да, в полном. Только... Животное может быть ранено. Так что я пойду проверю, как оно. Любовь к животным. Это хорошо, но у нас тут есть более несущие задачи. Тебе мало на земле зоопарков? Вообще-то да. На земле я уже всех животных видел. Так, тут у нас точно же ничего нету, да? Ладно, пойдем. А на этой планете такие интересные новенькие животные. Хочется же изучить. У человека всегда есть вот эта вот... Привычка изучать неизученное. Неизученное. И быть сожранным при этом. Снова спирт нашли. Спиртовый грибок. Не, ну это, конечно, скалы, грибы. Для попа. Мое. Куда нам дальше-то идти? Мы здесь не пройдем. Воду прыгать не хочу. Где-то был проходик, наверное, вот здесь вот. Ага, точно. Под корнем этого гриба. Налево пойдем, в пещеру забредем. Направо пойдем. Растительность найдем. Меня не очень устраивает то, что нету нитро. Но мы его должны приобрести, чтобы бегать быстрее. Мы чертовски глубоко забрались у недра этой планеты и... О! Не потеряемся ли мы? Хотя у нас есть радио, поэтому... Вот ты какой! С тобой все в порядке? Он нас не боится? Ты так здороваешься? Ну, привет, привет. Ладно, беги. О-о-о! Это еще что за чертовщина? Ого, да он огромный! Слушай, Бэкс, похоже, мы все же не первая разумная жизнь на этой планете. Здесь повсюду постройки. Что? Да, здесь однозначно кто-то жил. Надеюсь, насчет прошедшего времени ты права. Как-то нет настроения навстречу с инопланетянами. Но выглядит точно заброшенным. Я отправлю тебе результаты сканирования. Вот так-то, да? Похоже на каких-то рогатых существ. Пальцев у них три вроде бы. Здесь не спустимся. Значит, сюда. Ну, сейчас будем разгадывать загадку этой планеты. Интересно, эта цивилизация вообще жива или она вымерла из-за этой грязи? Там, кажется, что-то новенькое. А нет, старенькое. Это мы уже изучали. Так, надо посмотреть, что у нас по системе. На энциклопедии. Еще одно что-то надо изучить. И разблокируем улучшения. По улучшениям у нас есть, значит, пропайка захвата перчатки. Мы это уже делали. Осциллятор кинетической энергии. Увеличивает скорость поглощения грязи. О чем я рассказывал. Гидровидические усилия. Вот это спринтуха. Это у нас откачка энергии поглощения грязи для кратковременного увеличения скорости. То есть при помощи грязи мы сможем увеличивать ненадолго скорость. Ну и кевларовое волокно. Выдерживает больше попаданий. Короче, броня. Так-то улучшения прикольные. И хотелось бы уже вернуться на корабль и что-нибудь прокачать. Но мы все как-то куда-то в дебри лезем. Уже дошли до животного. И тут статуи инопланетные появляются. И мы такие, ооо, надо дальше идти. Не-не-не, какой домой? Ты что, на самом интересном месте? Мы не пойдем обратно. Мы до статуи уже дошли, нет? Блин, как же мне не хватает здесь спринта. Ух ты, посмотри на эти надписи. Эй, Бекс, как у тебя с древними инопланетными письменами? Если честно, на троечку. Но пришли мне результаты сканирования, я озадачиваю этим компьютер. Перевод займет какое-то время. Есть идеи, как открыть эти ворота? Похоже, механизм управления приводит в действие каким-то энергетическим импульсом. Ммм, у меня на верстаке валялся барахлячий термальный сгусток. Думаю, смогу модифицировать перчатку. Иду обратно в лагерь. Ну, наконец-то. Найди подходящее место для сигнального мальчика. Может, рядом с тобой и статуи. Так будет проще вернуться. Так, ладно. Сейчас я посмотрю. Только надо все здесь собрать. Ворота какие. Давай тоже вот сканируем. А что-то не сканируется. О, блин. Такой глаз светящийся, наверное. Вон, кстати. Есть точка. Сейчас будем сбираться туда. А мы же до статуи... Мы до статуи еще не дошли так-то. Вот и это сейчас вот сканируем и выясним. А это еще что за тип? Чем ты занимался? Сканируем и узнаем. Ну и ну, да эта штука древняя. И по меньшей мере... Я не успел прочитать, сколько там ей лет. Давай, значит, вот сюда зайдем. В энциклопедию и почитаем. Табличка с надписью, первую, которую мы нашли, сделана из прочного минерального металлического соединения. Текст хорошо сохранился, но его полный перевод займет еще какое-то время. По крайней мере, в нем упоминается световой импульс, необходимый для открытия двери. А это кто? Этой статуи, как и остальным развалинам, здесь по меньшей мере пара сотен лет. Материал, из которого она изготовлена, похоже, затвердевает при окислении. Компьютеру придется попыхтеть над надписью на педестале. Угу. Ну, короче, какой-то гуманоид. Гуманоид с... ух ты. У них тут была развитая металлургия. Этот монумент был воздвигнут с большим тщением. Да, выглядит внушительно. Должно быть, это кто-то важный. Неважным редко ставят памятники. Может, это какой-то спаситель или диктактор? Тут не угадаешь. Блин, можно вниз спуститься, но подожди. Вниз мы спускаться пока не будем. Подойду сюда вначале. Что это такое? Узел оглушающего импульса нам открылся. Майчок региональной системы позиционирования. Упрощает процесс картографирования и ускоряет... Чё-то-то там. И ускоряет возврат в посещённые ранние зоны. Ну, короче, телепорт. Давай домой-ка слетаем. Использовать. Ага, инопланетные развалины, лагерь. Вот нам, пожалуйста, в лагерь. Как же я проголодалась. А хочешь знать, как у меня день прошёл? Курту в шарнире набилась грязь, когда я пыталась их очистить, у него сгорел предохранитель. Я пришлётнула миллион мерзких хмошек, не говоря уже про постоянную влажность и коррозию. Отличный денёк. Прости, что заставила ждать. Ты знаешь, что со мной бывает, когда я завожусь. Давай есть. О, Курт, повод. Какая вкуснотища. Да, мой язык всё ещё в раю. Молодец, Курт. Надо будет завтра поменять ему речевую настройку, чтобы он научился что-нибудь ещё говорить. С первыми лучами я отправлюсь назад. Животное, которое я видела, его не описать. Такая красота. А ещё мы нашли следы древней цивилизации. Кем они были? Кто они были? И поможет ли это нам выяснить что-нибудь об энергетическом сигнале? Ага, пошли со мной хоть в этот раз. Вместе навстречу приключениям, а? В этих тапках? Нет уж. Может, мы станем знаменитой? Я уже вижу заголовки. Сборщики лома открыли неизвестную планету и стали миллионерами. Металлоломщики умерли страшной смертью на задворках галактики в попытке расплатиться с долгами. С сердцем чую, что всё будет в порядке. Чую чем-то другим, что вряд ли всё будет так радужно. Всю ночь будешь здесь сидеть? Посижу ещё минуточку. Как хочешь. Я на боковую. Туши свет, Курт. Кушать подано. Вы разбили лагерь. Ну что, давай мы сейчас что-нибудь прокачаем, протестируем и будем закругляться на этом. И ты напишешь мне в комментарии, понравилась тебе эта игра вообще или нет. Поставишь лайк и я посмотрю уже, будем ли мы продолжать прохождение этой игры или нет дальше. Всё зависит, короче, от тебя. Значит, по-любому мы качаем спринт. Без спринта я уже устал гонять. Спринт прокачали. Дальше, что мы ещё? Ускорение при поглощении грязи. Ну нет, вот это что-то новенькое у нас. Импульсная пушка. Выстрел плазменным импульсом для управления окружающей техникой. Добавляет усовершенствованный термальный ускоритель к вашей перчатке. Ну, кстати, интересная штука вообще-то. Давай это, наверное, прокачаем, поскольку есть вражины. Круто! Мне нравится новый облик тыковки. Отпад! Ну, не на людях же. Вы двое. Ну, давай проверим нашу стрельбу. Например, вот сюда мы выберем. Ого, круто! А в нашего робота? Не, нифига. Человек. Нет. Кстати, я просканировал нашу подругу. Рани, стой! Че стой? Будь там поосторожнее, ладно? Бэкс, мы с тобой уже пять лет вместе, и это не изменится. Я буду всегда рисковать с этой жизнью. Я ясно излагаю? Так точно, капитан. Предельно ясно. Короче, я отсканировал нашу подругу, и тут написано, что ее ценность бесценна. Она состоит из углерода, и вообще это человек, как бы. Вот. По поводу спринта. Мы бегаем теперь вообще офигенно. Очень быстро. Классно. Также я еще прокачал вот эту вот штуку. Осциллятор кинетической энергии увеличивает скорость поглощения грязи. Но это мы уже проверим в следующий раз. Потому что на сегодня это все. Если тебе понравилось, то пиши комментарии, чтобы я понимал, что нужно продолжать эту игру. Конечно же, ставь лайки. Лайки тоже играют большую роль. И подписывайся, если ты хочешь увидеть продолжение или другие игры на моем канале, если тебе вообще понравилось. Так что до встречи. Увидимся в новом ролике.